Наидобрейшего времени суток, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала, добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2 И в этом видео, друзья, я вам покажу, какой идеальный, по моему личному мнению, зимний мод я собрал для нашей любимой ETS-очки Стоит отметить, что это видео записывается на версии 1.46, но в принципе, я думаю, можно где-то найти этот зимний мод со всеми дополнениями, которые я сегодня покажу, за исключением звуковых паков для прошлых версий игр Также стоит отметить то, что он без проблем совместим с какими-либо картами, но здесь же, опять же, в самом начале видео я хочу отметить то, что никакие погодные моды с этим модом не совместимы Приятного вам, друзья, просмотра, лайк авансом и погнали! Итак, друзья, ну а теперь давайте я вам покажу, как подключать и самое главное, в каком порядке подключать моды на идеальную зиму, по моей версии Первым и по совместительству последним мы подключаем Sound Fixes Pack Это достаточно старый уже, но в то же время очень полезный мод, который заменяет очень и очень много всяческих звуков, ну, на более-менее реалистичные Самый, например, что первое вам, наверное, бросится в глаза, это звук постановки и снятия ручного тормоза и скольжение дворников по стеклу Ну, в общем, он много чего еще меняет на самом деле, но вот это самые такие очевидные вещи и очень крутой пак, прям рекомендую поставить И плюс ко всему он нам пригодится в самом конце В общем, ставим его первым и чтобы он был у нас последним Дальше над ним мы подключаем основной архив зимы, Frosty версии 9.4 Это у нас обычная базовая версия, которая должна быть подключена, ну, вот просто по дефолту Также, ребята, стоит отметить, что здесь у нас свои собственные идут погодные настройки в этом моде И нежелательно, не рекомендуется, я бы даже так сказал, ставить какие-либо погодные моды еще То есть вы должны зимой использовать только Frosty Если вы подключите какой-то погодный мод, изменяющий, в принципе, что угодно, связанное с погодой Игру у вас будет крашить, имейте это в виду Дальше, ребята, по желанию, но я рекомендую все-таки этот архив поставить Это Frosty Heavy Winter Что он обозначает и что он дает? Он делает больше снега на дорогах, на различных элементах ландшафта, на обочинах, если хотите и так далее То есть, грубо говоря, когда мы с вами просто подключаем Frosty Но это, кстати, удобно сделано, это даже здесь видно на картинках Если мы просто с вами подключаем мод, то видно, что на обочинах у нас виднеется трава А если мы подключаем Heavy Winter, то, как таковой, травы у нас уже нет Ну и дороги как-то более-менее у нас становятся заснеженными Но есть один очень и очень давний недостаток, который невероятно бесит И я не знаю, либо автор сам этого не исправляет, либо это ограничения движка какие-то В каких-то моментах вот под деревьями, на вот этих опушках, на лужайках Снег становится зеленого цвета Ну, видимо, подложка вот эта основная, да, она именно зеленый цвет имеет Зеленый цвет она была разработчиками выкрашена И, в общем, есть такая беда, ребята, это вот прям очень и очень неприятно Но, в принципе, если не высматриваться, как бы окей, нормально Дальше, ребят, достаточно спорный, может быть, мод Это Clean Roads, он ставится у нас над Heavy Winter, соответственно Ну, как я считаю, да, что это круто, когда дороги в снегу, там, и так далее То есть это классно, придает какой-то атмосферы Но, все-таки, как по мне, большинство трасс, дорог в городе, они, ну, все-таки чистые И просто имеют какой-то укатанный в свои щели, да, снег И вот именно как раз-таки этот мод, вот этот жесткий снег с дорог убирает Становится вид на разметку Но в то же время текстура как бы остается такой зимней У нас не чисто черный такой чистый, как летом асфальт, да Ну, а такой зимний асфальт, вот во всякие там трещинки, снег укатан-закатан И смотрится это очень-очень даже реалистично, прям от себя лично рекомендую Но если вам не нравится, в принципе, можете его не ставить Далее, ставим аддон под названием Frosty Wheels Этот аддон у нас делает такими белесыми колеса И неважно, если у вас там Heavy Winter стоит, или просто зима, либо даже чистые дороги Но все равно, так или иначе, колеса грузовика от езды по трассам Мало ли где-то реагенты какие-то попадают и так далее Они немножечко такими белесыми зимой становятся И тоже рекомендую этот мод поставить Почему бы нет, и ваша машина будет смотреться очень интересно Особенно если вы поставите какой-нибудь мод на грязь тягача и прицепа Будет тоже очень прикольно выглядеть Ну и дальше, ребята, мы с вами ставим физику Вот здесь тоже очень спорный момент Как вы знаете, конкретно этот мод от Grimes'а используется в Tracker с MP И первый раз, когда он использовался, до того момента, как он начал использоваться в Tracker с MP Он имел действительно физику скольжения То есть машина у вас прям, ну, скользила по дороге Да, то есть прям чувствовалось то, что машина у тебя скользит И это было визуально видно Я даже видео, помню, записывал, где я дрифтил на Scania Но после того, как он стал поддерживаться в Tracker с MP Видимо, и администраторы поняли, что все начинают дрифтовать И никто не умеет с этой физикой ездить И, короче, физику эту максимально порезали И получается так, что теперь, по большому счету, этот мод Интенсивность торможения убивает просто в ноль То есть вы едете сотку, например, да, нажимаете тормоз в пол И машина, ну, просто едет дальше, грубо говоря Интенсивность торможения, как таковой, практически там нет слову совсем И типа так они вот симулируют, эмулируют то, что машина скользит И тянет юзом и так далее По факту, там, вторую камеру включаешь Колеса как крутились, так и крутятся То есть, ну, очень спорный мод И я не знаю даже, как нужен он вам, не нужен Ну, я просто ради эксперимента, ради видео подключил Наверное, если буду в основном играть, я его буду отключать Ну, нет, просто в этом абсолютно никакого смысла, неинтересно с ним играть Ну и наверху, в самом верху, ребята, мы ставим мод под названием Winter Sound Он у нас связан с модом Sound Fix Pack Он у нас от одного автора, Drive Safely Что этот мод делает? Во-первых, он добавляет зимние звуки, так скажем Точнее, убирает лишние летние звуки Например, пение птиц на улице То есть, вот эту всю историю, да, именно летний ambient звуки Фоновые летние звуки И также, плюс ко всему, он вносит изменения в трафик Он убирает из трафика кабриолеты Фургончики для мороженого То есть, ну, все то, что, так или иначе, ездит только летом И зимой это, ну, смотрится просто, ну, не к месту, так скажем Очень интересный мод, очень полезный мод И я его вот тоже в эту сборку включил Ну, и того, по итогу получается у нас, ребята, вот такая замечательная сборка Дальше над этим модом, над Winter Sound Вы подключаете просто любые моды Карты, тягачи, что угодно Это, по сути, можно все оставить в самом-самом низу Не обязательно тянуть Это все наверх Вот такая сцепочка у нас, ребята, получилась И теперь давайте отправимся в игру И посмотрим, что мы там с вами наворотили Итак, друзья, добро пожаловать в зиму Ну, в общем, сразу бросается в глаза Да, про что я говорил ранее Если вы поставите Heavy Winter Mod Который якобы, типа, делает больше снега и убирает траву Все-таки эта трава скрывала вот такие вот дефекты И на заправках, как я полагаю, на стоянках, которые располагаются в лесу У нас вот будет этот радиоактивный зеленый снег Ну и даже если вы просто будете ехать по дороге Я думаю, все равно вы будете на это обращать внимание Короче, здесь все индивидуально Если вас не напрягает вот эта трава зимой Да, как бы вы на это особо внимания не обращаете Ну, можно, в принципе, ее и оставить Зато она будет скрывать вот эту зелень А если же, как бы, ну, готовы потерпеть То, в принципе, можно поставить Heavy Winter Колеса Также вот они, пожалуйста У меня стоит дефолтная резина на дафе Просто вот как есть, так я его и купил Как мы видим, она такая немножечко белесая Даже немножечко, как бы, протектор такой вроде как посерил На трафике, кстати, к слову, тоже Эти колеса поменяли свой цвет То есть, ну, смотрится прям классно Если у вас есть Goodyear, либо Michelin DLC Они также немножечко становятся белесыми То есть, здесь прям все в этом плане очень круто, очень здорово Теперь же, господа, давайте мы с вами попробуем Включить что-то типа дождя Мы попытаемся, как, по крайней мере, его сейчас вызвать Так, GsetWither1 напишем И у нас, обратите внимание, пошел снег Ну, текстура снега на лобовом стекле Но снаружи все равно это как будто как какие-то То ли капли дождя, то ли какой-то мокрый снег Я помню, давным-давным-давным-давно Для Евротрака был мод, который назывался Snowflake И он действительно вот эту текстуру Именно вот падающего дождя Менял на снег Это было очень красиво Это смотрелось очень интересно И, по-моему, что-то подобное используется В тракер с МП, опять же, да Типа seasonal эффекты вот эти самые Также обратите внимание, да У нас от трафика вот такой шлейф Прям полноценный летит И от легковушек вот на стоянку На заправку, точнее, легковушка заехала То есть, ну, погода прям действительно поменялась У нас пошел снег, пусть и мокрый Но, тем не менее, на Лабаше тоже у нас все это работает Все залепляет снежинками Ну, смотрится интересно По крайней мере, смотрится действительно очень-очень интересно Ну, а теперь, ребята, давайте попробуем проверить физику У меня стоит та самая физика С которой все там должно меня таскать Я должен не трогаться с места Но вот просто я помню, да, что Даже раньше, когда ездили Газ в пол нажимаешь У тебя машина, ну, прям пробуксовывает Она у тебя буксовала просто как сумасшедшая А сейчас же по факту получается, что у нас Ничего не получается То есть машина у нас как ехала Никаких дополнительных мы Проблем вообще не испытываем Я вам хочу сказать Ну и вот тормоз в пол Вот она просто Колеса крутятся А интенсивность торможения здесь убрана в ноль Не знаю, как бы, ну, такое себе на самом-то деле Реально, такое себе Очень спорный мод Поэтому ставить его или нет Вы, конечно, будете решать сами Но я, наверное, буду его убирать Потому что, ну, нет в нем, ребята, абсолютно никакого смысла Он не тот, как раньше Раньше все-таки было лучше Вот, кстати, интересно Если найти где-то старый файл Который был до появления этого мода в Tracker's MP Не поставить его Будет ли он работать? Если у кого-то есть в загашниках Ребят, проверьте, пожалуйста Напишите в комментариях И действительно ли физика тогда становится скользящей И это было бы реально круто То есть просто накатить тогда, получается, старый мод Да и не париться И все будет хорошо Ну, а так в остальном Зима зимой Практически такая, как у нас В России, можно сказать Ну, вот эти зеленчевые, конечно, пятна Очень сильно напрягают Если бы их не было Было бы просто И-де-аль-но На этом все, друзья Спасибо вам всем огромное за внимание Спасибо, что досмотрели это видео до конца Если есть у вас какие-то пожелания Вот касаемо погодных сборок С картами В принципе, вы Одобрили идею Да, я так достаточно коротко и ясно Поясняю о том, как карты собирать В необходимом порядке Но если С погодными модами Вас такой формат тоже устраивает Ну, давайте каждый сезон Как у нас будет погода Меняться в реальной жизни Будем выпускать такие модификации Так что в следующий раз Мы с вами уже Увидимся весной 2023 года Но опять же Если есть какие-то Соображения По поводу того Как вот эту зелень убрать Может быть какие-то Микромоды есть Либо от самого автора Либо какие-то кастомные Тоже пишите в комментариях Будем разбираться Будем смотреть Будем ставить Почему бы, собственно говоря И нет Попробуем Это все дело Убрать На этом, друзья Я с вами прощаюсь С наилучшими пожеланиями Пока-пока И еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok